Субтитры создавал DimaTorzok Терезу на инфраструктуру Давай Алло, ты где? Мы тебя уже ищем давным-давно Не, ну прохорили только, я жду тут Я от другой стороны обхаживаю Ты что, не понимаешь? Подними руку вверх Вижу тебя Здорово Всем привет Привет Доброе утро Первый вопрос Ты когда-нибудь на самолет летал? Ну не летал, а когда же мне летать на самолетах? Я поездами Если разобьемся, судьба, терять не Какая шмарка, брать, как у тебя летят Как депрессивно, Серёж Что будет хорошо? Мы тысячу раз так делали Серёж даже не знает, в какой город мы летим Киров А, знает Ищем Киров А вот Киров нашёл DR-277 DR-277 Регистрацию идём? Да Чего тебе там? У меня там? Тапочки домашние Не доставай, убирай Подожди Давай чуть протёрки Полотенце Хорошие, спасибо Ну, я ногу не брал Мочалка Чего смеетесь? Носки Чтоб тепло было А? А чё смеётесь? Ты главное Пакет не убирай обратно А чё? Ну там ещё Спасибо, разбудился Серёж А чё? А я такую люблю Теремня отдыхает и пошла Родная душа в райди Вот в этой зоне Сейчас надо будет всё Полностью одежду Всю полностью снять И вот так вот встать Ничего себе Чё раздевать надо? Вон турдом Где раздевается? Ну ж вон, видишь? Вон смотри, вон Да и ты тут трусов не раздеваешь Чё он не убьёт? Пристегиваться надо лучше Да Сильнее, сильнее, сильнее затягивай Да он Ещё, ещё Вот ты там реально перетянул, Серёга Нормально Дамы и господа Для вашей безопасности Обратите внимание На демонстрацию Аварийно-спасательного Оборудования Нашего самолёта Восемь аварийных выходов Обозначенных Световым таблом Выход Расположены в передней Средней И хвостовой Частях самолёта Всё плохо Молодец Прикольно Друзья Это канал Слово Пацана Меня зовут Рома За камерой Как сюда Дима Он там вот Он зашёл за домик Там Серёга И это Наше новое видео для вас Спасибо, что вы нас смотрите Подписывайтесь Это очень важно Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал И подписывайтесь на мой инстаграм Слово.Пацана Начинаем Погода другая, да? Снега чё-то многовато Назад в зиму Киров Мы узнали Одну очень интересную историю Есть такой дедушка, который плечёт корзины И он получил очень большой заказ Около 600 штук Огромный заказ Он плёл эти корзины Всю зиму И в итоге Когда пришло время Отдавать их Заказчику Заказчик исчез И мы Прилетели Сюда В город Киров Чтобы из первых уст Узнать историю этого дедушки Ну Судя по всему Вот этот дом Который нам нужен Опять собаки Здесь у нас собаки Привет Привет Здравствуйте Здравствуйте Нам пройти уже, да? Проходите Пока я буду Так Здравствуйте 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 Мы к вам Меня зовут Роман Меня Дима зовут Очень ну ладно Меня Сергей звать Ну ладно, меня также Валерий Николаевич звали Когда-то Я не боярин А вы не халоп Чтобы стоять в ограде Ну да Да Ну вот поглянь, пожалуйста Начало пока То, что делаем Татарий Ильич, вы делаете? А, кто же меня делает? Молодцы Это рукопаш мне всё И попробуй её сожми Не-не, Серёжа может сломать Не-не, не получится Не, хорошенько Вот, пожалуйста Сколько вам лет? 17 17 Вы тут иногда встречали Одного Которая тоже говорила Что им 18 76 76 76 вам, да? Да О, свежий капот Закакаться А из чего вы делаете? Вообще Из ивы Из ивы Вот эту штуку Я плетал в течение недели Течение недели Одну корзину? Да Вот первый день Я заплетаю примерно вот Треть Ставлю на сутки Сжимаю Начинаю Дальше плести На третий только сутки Вот Эту треть Оставляю на сутки А уже когда Всё Пришла пора загибать дно Тогда я ещё Аккуратно сжимаю Меру сил и возможностей Вот Только потом уже начинаю заплетать дно А потом Поэтому она не живая Она Она Твёрдая А сколько получается Вы одну корзину Плетёте Неделю Да, вы сказали? Ну, так я же не одну плету сразу А несколько Сразу несколько Да, сразу несколько Вот у меня тут Почти 20 штук Нераплетённых Ну вот Они сами-то уже заплетённые А вот ручки я ищу вас сделать Ну вот За месяц Сколько вы корзин Сплетаете? Ну, в среднем, грубо говоря, корзинка в день Корзинка в день? Не больше Больше не получается Угу Вот речка Вот там же за нами Да На берегу речка растёт имняк Вот я там его беру Оказавшись в Кирове Мы решили посетить один посёлок Под названием Карентор Приглашаем вас на прогулку Вместе с нами Здравствуйте 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 А вы чё, туристы? Ну, практически Ну, проходите Здравствуйте 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 Издалека Ну, издалека, да Как у вас тут уютно и тепло А сколько этому поезду лет? 70 70 И этому паровозу 70 лет? Ну, к этому Железной дороге-то да Это как первый пошёл паровоз Это узкоколейка, да? С 42-го года И вы не сменный кондуктор здесь С 42-го года? Да Ты уж купил? Нет Давай кофе Я подойду к вам Нет, уж Мы уже к вам подошли Сколько? 22 22? Нам нужно 3, конечно С 42-го года Мы уже сейчас Сколько суток? Нет Ну, я уже к вам Уже к вам Ну, я уже к вам Уже к вам Дал мне дедушка Валерий сапоги, и мы идем за Ивой. А корзина вы стали плести как давно? Ну, лет двадцать назад. Вообще-то умел я их плести с детства, когда отец меня научил. А начал плести лет двадцать назад. И вот если так, за эти двадцать лет, сколько штук вы сплели? Ой, не знаю. Не считал никогда. Ну, я так понимаю, что несколько тысяч, да? Ой, наверняка. Не одну. Если у меня только за прошлого лета разобрались только одних долгушек, ну, этих садовых корзин, полтысячи. Ну, вот такие корзины, как вот у меня, вот их вот на дороге сходится там тысячи с лишним, намного больше. Тысячи с лишним? Ага. А у вас корзин-то примерно? А я отдаю по-разному. Начинаю от маленьких триста рублей и кончаю самый большой шоссот. Так. Вот мы доходим до того места, где я беру лозу. В редкие кусты. Ага. Там до меня кто-то вот все вырезал. Хорошую лозу. Конкуренты. Так, есть их. И сейчас мы вспышим чего-то вниз, а за дорогу разобрал. Вот потом кусту порежем. Привет. Как их удивляют, очень просто. И здесь существует, у нашего места растет 12 видов. И из них горят в плетении корзин только три. Из 12-ти три. Ага. Остальные хрупкие. Вот тут уже кто-то для меня побыл, а это ж не моя работа. И так и злить. Вот сейчас держи. Я вас сорвал. Ты неугомонный. Давайте. Вот так шустрее будет. Давайте еще поехали дальше. А сколько примерно нужно таких прутьев, чтобы сплести одну корзину? Вот так вот схватил. Примерно, да, столько? Да, примерно. Вот тут много. Ну что, пойдем? Все, возвращаемся. До начала, наверное, хватит. Этот поселок был основан в 1942 году, когда здесь нашли большое месторождение Торфа. Сейчас Торфа уже не добывают, и поселок доживает свою жизнь. Ведет сюда узкоколейная железная дорога, таких в России всего 40 штук. Два месяца в году, в апреле и в мае, когда река выходит из своих берегов, поселок оказывается полностью отрезан от большой земли, и ведет сюда только узкоколейная дорога. Здесь есть свои магазины, баня, ну и, конечно же, парикмахерская Татьяна. Пойдем, узнаем, сколько стрижек. Здравствуйте. Здравствуйте. А по стрижке сколько у вас стоит? Здравствуйте. Здравствуйте. Сколько у вас будет человек? У нас. А ститка есть оптовая? Я. Тогда один. Сто семьдесят. Сто семьдесят. Будешь? Ну, чуть-чуть подровнять. Да нет, не так все ровненько, хорошо, что не ровно есть. Я просто. У тебя длинные волосы. Стрижем, я говорю, что мы стрижем. Так, я покажу сейчас. Вот это мы мешаем все. Рубите, не стесняйтесь, будьте как дома. Мы отойдем, чтоб щепки в глаза не летели. Здравствуйте. 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 Вы на покраску, на завивку? Нет, я на стрижку обнаковенной. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. А у нас, кстати, новый парикмахер, вот, Сергей. Что? Я студент сегодня. Студент, он учится только. Студент. Я пока только начинаю рубить. А что рубить? Лес рубить там. Нет, волосы. Стрижка. Я пока только на черновой работе поклоняю. Нет, тогда я к вам не пойду. Вообще думаешь, что говоришь, а? Вот видишь, как ты хорошо теперь стильно любишь. Ром, тебе нравится все? Да. У него выборы нет? Нет, мне никто не говорит. Ха-ха-ха-ха-ха. Коротковатый, по-моему. Я обычно чем-то длиннее. По-моему, обычный. По-моему, обычный. Тут мода другая. Тебе как? Нравится все? Отлично. Я сзади себя не вижу, но, по-моему, что-то новое в моей жизни сегодня пришло. Ну, наверное. Коротковатый. Ты, может, помолодел на лет 20. Все. Всего доброго. Спасибо. Слава, ты счастлива. Очень необычное ощущение сзади. Подшапкивай меня сейчас. А? Прибытно? Всегда, когда только подстригут, всегда необычное. В жизни так коротко. Сзади не стригся просто. Хорошо мне? До свидания. Спасибо. Смотри. Новая стрижка. Вышло солнце. Но я видел все в твоей реакции. Я ничего не хочу сказать про мастера. В качестве стрижки все. Просто так я еще в жизни не стригся. Татьяна, спасибо. Сейчас вы что делаете? Я сейчас сделаю небольшой обруч. Сколько у меня этих я насчитал? Ой, пара, две, три, четыре, пятнадцать штук. Два, три, четыре, двенадцать. Пятнадцать штук надо все равно. Не видишь. Вот. Это вот для маленькой корзинки толсто. Много. Придется ее укорачивать. Вот такую одну корзинку сделать много часов. Вопрос сложности, чтобы заготовить, рассортировать, ошкурить и сплести. Ну, это минимум часов восемь. За сколько вы ее продаете? Ну, где-то порядка двести пятьдесят рублей. Двести пятьдесят рублей. Восемь часов вашей работы получается в данном случае? Ну, где-то было так. Сначала это было хобби. Потом стало дыжемотком. А можете рассказать ту историю, ну, про которую написали в газете? Здесь куда-то есть утрачка какая-то была, какая-то была усадьба. Здравствуйте. А можно вас здесь слова спросить? Меня зовут Сергей, да? Вот мы приехали. Вот. И нас тут действительно дом девел. Есть вероятность, что тут раньше какая-то усадьба была? Нет, конечно. И что, решили, какая-то богатая не связывалась была? Нет, конечно. А что это за дом такой? Это что за дом? За дом такой. Прям интерес такой. Я искусствовал. Давай, Сергей. Сейчас, Сергей, идейте за мной. Тут открывается кизаж. Можно просто наслаждаться. Сейчас с вами идем там, где люди. Вот прям буквально в течение года того бросили свои квартирки. Вот в этом доме, в 40-х годах построек. Обратите внимание, это дерево. Да? Дерево. Вот. Люди тут жили. Тут вообще поселок, на самом деле, процветал. Жил. Тут была советская промышленность. Тут была и воинская, и пожарная часть была, да? Тут вот и паровоз, узкоколейная дорога. А здесь что было? Тут вообще типичные сараи. Вот. На окраинах тут у людей есть у некоторых еще огороды. Выращивают картошку, морковку, огурчики. Вот обратите внимание, сейчас с вами пройдем. Вот в этот дом. Экскурсия будет шикарная. Чернобыль отдыхает. Пожалуйста, пройдите за мной. Дом расстелен? Пожалуйста. Экскурсовод, это нормально все? Дом расстелен и находится в аварийном состоянии. Ухажение по дому строго заключено. Опасно для жизни. Ну, хотите, пойдемте, пройдемся. Вы сидите, люди. Мне заказал овощные корзины. Мне заказал шикарский овощной комбинат. Сколько штук? Пятьсот штук. Вот я сделал, вплел. Сколько вы это делали? Я за зиму их вплел. Всю зиму, получается, делали? Ну, так, просто осень и до весны. Но за зиму я сделал, по крайней мере. Оттуда ни писем, ни ваше. Позвонил туда на комбинат, обощенный комбинат. Ни писем, ни ваше. А то есть вот этот вот комбинат никак на связь не выходил, да? Нет. Вы пытались с ними как-то связаться? Да. А что они говорили в ответ? Ничего. Расстроились? Я не очень расстраивался. Ну, нет, и нет. Найдется, мне стоит, прости, господи. Ну, прошлый ночной, ночная соседка журналистка, вот, вот, ну, в газете. Ну, разговаривали, что у меня вот куча этих конзин, одевать некуда. Написал мне в газету, ну, этот, про город, вот, в наших городках. Об этой истории написала местная небольшая газета. И дальше случилось что-то невероятное. Жители города Киров, жители других городов, ближайших и дальних, объединились и стали приезжать к дедушке, стали покупать у него эти корзины, тем самым желая ему помочь. Нас эта история невероятно тронула. И нас очень тронуло то, что люди объединились вокруг этой, ну, такой, казалось бы, маленькой беды. Надь ты моя, ко мне один раз приехал, туда забрал, все корзины расшли. Осталось у меня сотня корзин этих долгушек. Что штук у вас осталось? Что штук у меня? Ну, около сотни осталось сейчас. Я считаю, что люди хорошо поддержали вас. Правильно, они тоже поддержали хорошо. И чего-то на всего одна статейка в газете. Значит, людей тронула эта история? Некоторые не знали, где таких вещей взять. Корзины такие? Да. Некоторые не знали, где их взять. Но знали и приехали. Женщина с Москвы звонит и говорит, мы прочитали, вам прямо так жалко это. Вы не подумайте, я никакая там. Я вот москветная работа, она мне там сказала, где-то кем-то в офисе это самое. Если уж у вас ничего не получится, вы мне позвоните по этому телефону и по этому скайпу. Мы вам деньги вышли, нам просто вас жалко. Я говорю, да нет. Мы все равно продадим хоть как-то, не сейчас, но потом все равно продадим. Ты моя богинька. Ой ты, давай с тобой поздоровайся. Иди сюда, подожди, не упасть бы, я к тебе иду, не пугайся. Ты видишь? Вот. Как у тебя вообще местная жизнь? Как у тебя дела? Я пришел с тобой познакомиться. Можно? Я постучаться хотел, она убежала. Смотри, смотри, выглядывай. В гости можно? Я постучу, я культурный. Ты не волнуйся, я гостеприимный. Приехал к тебе. Ой, а куда же ты? Спасибо за гостеприимство. Я доволен. Ой. Давайте план такой, мы сейчас посмотрим. Чего-ка, план такой. Просто мы хотели пробежать. Похоже. Так что ничего не пережило. Ужатайте. Я вам подхожу такой, план такой. Смотри, собаки бегут. Причем ты видел первую? Вот это как осень. Единственное спасало, что солнце светит. При таком солнце не может ничего плохого произойти. О, ничего себе. Смотри, там какие машины. Спереди рассчитаем. Смотри, это торфопредприятие. Каринское торфопредприятие. Кстати, хомуты свеженькие, смотри. Дим, Серега, там чечил. Открыл. Ну, она еще, мне кажется, на ходу. Открой дверь не, а. Заходи, красотка. Не хлопай. Не хлопай дверь. Ну, твои ключи есть. Тихо-тихо-тихо. Ладно, спасибо большое вам. Давай, Никита, давай. Удачи вам. С праздниками, пожалуйста. Удачи вам. Удачи вам. Я этим временем плел колыбельку для дочки. Они сейчас вот приехали. Она беременная. Бери его. Ни краска, ничего. Лежного брена никакого нет. А сколько стоит такая колыбелька? А я чем помогу? Мы за 600 миллионов. За 600 миллионов. За 600 миллионов? Ну, наверное, где-то так. Я не жадный поделегам. Я не жадный. Первую штойку я буду ставить, подкладку еруешь. Чтобы тогда кругом обойдешь, то следующее загнешь, и конец сюда. Воздух. 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 Скорбишь. Воздух. А дно как делаете? Ну так же. Одна лаза, вторая встречная лаза. А, вот вы из этих прям получаете? Их загибаешь. Ага. Втыкаешь в эту стенку, которая получается. Да, понял. Вот такие они получатся потом Покажите нам тогда вот эти вот корзины Пожалуйста, подожди Это вот те самые, которые Оночные корзины, которые мы заказывали когда-то шутка Вон, пожалуйста Ну, объемно так смотрится Ну, так ведь их тут не одна Это, значит, вот эти корзины, которые остались из этого заказа Нереализованного, да? Вот они и есть Вот эти вот большие Да, они и есть У вас можно купить? Ну, почему не купить? Давайте мы это возьмем А кто вы возьмете? Сколько их возьмете? Смотри, ключ есть Тихо-тихо-тихо Дим, сможешь на монтаже, пожалуйста, сделать, чтобы она завелась со звуком правильным? Давно я не катался на тебе, старушка моя О, закрыл Ручник Ну, давай, не подведи меня О, завелась Поехали, поехали Вот пейзаж приезжает Красивые А теперь давайте что-нибудь серьезное Ну, мы бы хотели взять их все По 250 рублей выскали они? Да Давайте посчитаем, мы вам сейчас заплатим Покупаем у вас все корзины Спасибо Спасибо вам, дай Бог здоровья Я жду нас плести А то, я-то думала, вы просто учиться приехали, казино плести А вы, оказывается, еще заодно и купить Ну да Нас просто тронула эта история, если честно Мы считаем то, что труд, тем более такой, он все равно Ну, это неправильно просто мужчина поступил Ну, на наш взгляд Ну, так, конечно Вы только вдумайтесь, только представьте себе Он всю зиму плелся корзину То есть, всю зиму Это сколько же часов работы Каждый день сидеть, плести, плести корзины Это огромный труд Получается, мы поставили такую точку в этой истории Ну, молодцы Вот и наша Собственно говоря, все корзины у нас уже в машине Тут 120 корзин больших Можно снова их везти Счастье будет безмерное Счастливо, да? Ну, мы рады, что смогли подсобить, а мы поехали Счастливой вам дороги Будьте здоровы До свидания Спасибо, парень Спасибо, что вы такое делаете интересное Для чего? А, стрелки не переводят? Да, не переводят Вот так мы ему тем же Помоги, Жаня, снимай Давай Давай Вот так вот Ну и сюда О, ты пошла Серёв, ты не мокрый? Сухой! Всё вот так Стрелки топит Ага Ой 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 Какая у вас компания Ржина весёлая Так в клубе люди не отрываются Как вы Так молодёжь не отрывается Так у вас нужно оторваться Берёте на работу? Возьмёте! Неожиданный, да, поворот? Берём, берём До свидания До свидания Мы Всё, всё Всё Пойдём Когда мы В итоге Скупили этих 120 корзин Мы видели этот огромный масштаб Потому что они большие Как тазы Как корыто Перед нами стала дилемма А что с ними делать? Потому что мы ещё изначально думали Что раздавать просто корзины людям В городе Это как-то глупо Найти какое-то, я не знаю Общество грибников И туда отвезти Тоже глупо Ломали мы голову Долго думали И в итоге Мы всё-таки решили их раздать И Как это получилось Это уникально на самом деле Потому что Без Серёги мы бы не справились У нас есть такая вечная батарейка Которая Нам очень помогает Нас очень выручает Серёга наш отличный друг И в такие моменты Он, поверьте, незаменим Значит, задача у тебя Отдать корзину Хотя бы одну или две Вот, бабушка Бесплатно Ой, можно сюда Ваши минуточку? Здрасте Меня звал Сергей Мы вчера В час 8 марта Раздавали корзинки Подарок бесплатно Если вам нужно Хотел подарить Просто бесплатно Корзинка Хорошая Сделано Работой Бесплатно Не пугайтесь Берите И ничего не надо Прошедший 8 марта И чтоб снова добро Вот, чтоб помнилось хорошо И в таких вот моментах Оно не забывалось Вот эту корзинку Я хочу вам подарить Ну, просто бесплатно И вас заодно В прошедшем 8 марта Спасибо Возьмёте? А куда? В хозяйство В картошку Некуда? Всё Берёте Спасибо Слово добро Не забывайте И вас В прошедшем 8 марта Можем корзинку Вам вручить Бесплатно Поздравить Это в хозяйстве Пригодится Бесплатно И слово добро Не забывайте А кто делает Эти корзинку? Мы провели У дедушки Он привёл сам И взяли Очень хорошие Знаю этого деда И знаю этого дедушку У которого был Большой заказ И у него Этот заказ Хорвался Да, да, да Это его корзинка Да Ну тогда, ребята Вы делаете Вдвойне большое дело Можем шочек Поцеловать Возьмите Есть возможность Потом не будет Это вы сами плели? Это один человек Тут плёл Вот Его немного обманули Я знаю эту историю Да Потом посмотрите Слово пацана Канал Друзья Спасибо большое За то, что вы нас смотрите Подписывайтесь Пожалуйста На наш канал Подписывайтесь На мой инстаграм Слово.пацана И большое спасибо Спонсорам За ваше участие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому